Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Государственная стена строится вдоль границы между Западной Арменией и Ираном. Представитель Армении ВООН проинформировал председателя Совета Безопасности о посягательстве Хазербайджана. Армения и Грузия обсуждают возможность запуска высокоскоростного поезда между двумя странами. Доступ в лесные массивы Западно-Армении и Килики запрещен до 30 сентября. Фонд изучения армянской архитектуры издает большой том и листа Арцаха. США стремятся установить предсказуемо стабильное отношение с Москвой. Энтони Блинкен. Стартовала Ереванская книжная ярмарка. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. На границе между Западно-Арменией и Ираном от провинции Ванчал-Терран до Упая-Зета в Хабраинце-Агри и провинции Ушакова в Хакаре продолжается строительство модульной стены и умной башни. Отмечается, что в 2020 году 105 тысяч и в первые 7 месяцев 2021 года 55 тысяч иммигрантов въехало в Западную Армению. Особенно в туманную погоду есть незаконные переходы из деревень на иранской стороне. Завершён 3-х километровый участок модульной стены 63-х километровой линии на границе регионов. Чтобы сделать границу более безопасной, вырыто 110 километров траншей. Построено 76 вышек, а 103 оптика электронных башни всё ещё строится. Постоянный представитель Республики Армения при организации Объединённых Наций Магер Маркариан в июле направил письмо председателю Совета Безопасности ООН и постоянному представителю во Франции Николя де Ривьера и изложил его на заседании. В письме подчёркивается, что агрессивные действия Азербайджана против Армении сопровождаются высочайшим уровнем территориальных претензий, угрозой военных действий и языком вражды по признаку национальности. Подчёркивается, что Армения полна решимости реализовывать своё законное право на самооборону для обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности на основании статьи 51 Устава ООН. Армения считает, что всеобъёмлющее и прочное политическое урегулирование Арсавского конфликта должно быть мирным под эгирой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Письмо было разосло на членом Совета Безопасности ООН и в ближайшее время будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности ООН. Заместитель министра экономики Республики Армения и его грузинский коллега обсудили ряд совместных проектов в области инфраструктуры, туризма, железной дороги и энергетики. Как сообщает Армен Пресс, об этом заявил исполняющий обязанности министра экономики Ван Керопян, отметив, что грузинской стороной также обсуждалась возможность запуска высокоскорострового поезда. По его словам, это позволит добраться и до Тбилиси из Еревана за 2-3 часа, в результате чего будет развиваться туризм. Во время моего визита в Грузию 29 июля я встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателлой Тарнава. У наших стран есть относительно небольшие отдельные рынки, но вместе они могут стать намного более привлекательными в регионе. В этом контексте мы обсудили ряд совместных проектов в области инфраструктуры, туризма, железных дорог и энергетики. Мы говорили о возможности запуска высокоскоростного поезда, который позволит добраться до Еревана из Тбилиси до 2-3 часа, в результате чего туризм будет развиваться. Мы также затронули перспективы развития винного туризма между нашими странами, написал Керопян. Киелийский губернатор Западной Армении распространил заявление, согласно которому запрещен вход в лесные массивы до 30 сентября этого года. В письменном заявлении губернатора говорится, что в рамках прогноза метеорологического управления из-за высокой сезонной температуры в регионе могут усилиться лесные пожары, что привело к новым предупредительным решениям. В этом контексте в заявлении говорится, что граждане, кроме властей, не могут входить во все лесные массивы в границах Килиса до 30 сентября. В непосредственной близости от леса на прилегающих дорогах запрещено организовывать дневной отдых, пятники или барбекю. Согласно статьям 3132 закона о лесах, в частности деревням и провинциям, прилегающим к лесу, а также нелесным жителям, запрещается сжигать бревна, виноградники, оливковые рощи, поляны и любые виды растительности. На своей странице в фейсбук заместитель директора фонда изучения армянской архитектуры Рафик Ортощана опубликовал пост о следующем содержании. С 60-летием, дорогой учитель. Подарок на день рождения скоро будет готов. Ученики, созданные вами в школе, готовят к публикации результат ваших 10-летних исследований. Ваш огромный труд и минар Цаха ждут своей публикации с 2004 года. США стремятся установить предсказуемо стабильные отношения с Москвой Энтони Блинкен. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт тер.ам. Хотя мы сожалеем о действиях российского правительства, которые вынудили нас сократить наши услуги и операции, Соединённые Штаты будут продолжать стремиться к предсказуемо стабильным отношениям с Россией, сказал Блинкен. Он сказал, что из-за ограничений на иностранный персонал Соединённым Штатам произойдутся уволить 182 сотрудника в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что посольство США не может оказывать полные консульские услуги с 1 августа. Из-за требований Россия ограничит сотрудников из России в третьи страны. Напомним, консультации по стратегической стабильности между Россией и США прошли 28 июля. Четвёртый Ереванский книжный фестиваль, в котором принимает участие 37 издательств, таких как музей и исследовательский центр, укрепит цепочку писатель, литературный агент, издатель, читатель. Даст читателям возможность приобретать произведения любимых авторов со скидками. Участвует в интересных дискуссиях, презентациях, встречах с писателями, литературоведами, филологами и другими представителями отрасли. Фестиваль стартовал 30 июля в Зале Союза художников Армении. Трёхдневный фестиваль, который проводится не только в Союзе художников, но и в книжнем магазине Зангак и в кинотеатре Москва, включает около 35 мероприятий для широкого круга читателей. Читателям может быть интересная лекция, вернёмся к Александру Топчану в 60-е, о литературе. Выступление о внучке Яхаша Чаренца Гуар Чаренц. Она расскажет писателям о своих семейных воспоминаниях. 31 июля фестиваль украсит Лилит Пипоян музыкальными выступлениями. Итоги литературного конкурса будут подведены 1 августа. Государственное телевидение Западной Армении верно от своей миссии продолжает оставаться связующим звеном, поддерживающим связь между депортированными армянами. Государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой, но рассчитывает на вашу активную поддержку наших общих программ и целей. Теперь, когда маленький уголок нашей родины Арцаха Армении оказался в центре геополитической бури, мы стоим в непоколебимой позиции защитника справедливой борьбы армян. Западная Армения рядом с вами. Вместе мы можем сделать больше. Далее для вас ансамбль Акунг. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok